Десногорский детский сад Алёнка ждёт капитальный ремонт. На сегодня мы стали ещё и намного мудрее. Закрытие поисковой экспедиции. Всё время очень хорошо к нам относятся. Встреча ветеранов трёх предприятий города. Денежные купюры фальшивые, в области задержан сбытчик фальшивых денег. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 21 июля, православные отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Вся русская церковь прославляет образ Божьей Матери, найденной после пожара в Казани в 1579 году. Считается, что этот образ обладает великой силой, лечит слепоту, а также избавляет от многих других болезней. К тому же, этой иконой благословляют новобрачных, чтобы те жили в мире и согласии. К ней обращаются за помощью и парни, и девушки. А также в старину этот день проводили ритуалы на богатый урожай. Детский сад «Алёнка» нашего города был построен в 1983 году. За 33 года эксплуатации фасад здания обветшал и составляют угрозу для жизни персонала и воспитанников. Власти Десногорска совместно с коллективом учреждения и родителями обратились за помощью губернатору региона. По поручению Алексея Островского во время рабочей поездки по области в Десногорск приехала его заместитель Ольга Окунева. На сегодняшний день в детском саду числится 240 десногорских детей. Всего здание рассчитано на 320 мест. Помещение большое – более 3000 квадратных метров. Но, увы, за годы фасад пришел в неудовлетворительное состояние. Постепенно разрушаются стены, осыпается штукатурка, оголяются швы здания и блоки, течет потолок. После осмотра вице-губернатор рассказала о помощи, которая будет оказана. Администрация области будет содействовать в оказании ремонта детских садов в городе Десногорске. В этом году это будет этот объект. Кроме самого помещения сада за годы в негодность пришли и теневые навесы. Администрации Десногорска в этом году были выделены 800 тысяч рублей на новые. Они уже установлены и радуют воспитанников. Современные, комфортные и очень все рады. Тоже и родители, и прежде всего наши детки. Они с удовольствием там сидят и играют. И еще 11 теневых навесов у нас тоже находятся в аварийном состоянии. Но надеемся, что тоже они будут демонтаж произведен и установлены новые. Во время ремонтных работ садик не перестанет работать. Здание большое и позволяет без ущерба для воспитательного процесса провести капитальный ремонт. В этом году количество недовольных своими баллами выпускников стало значительно больше. Смоляне подали 327 апелляций на результаты ЕГЭ. Из них 120 были удовлетворены. В Галаевке для одаренных детей региона открылась вторая смена летней школы. В ней 150 школьников в области совмещают отдых и обучение. Готовятся к предметным олимпиадам по разным направлениям. Помогают им преподаватели Смоленского государственного университета. В течение 20 дней под Косками в Рослицком районе проходила поисковая экспедиция с элементами учебно-тренировочного поисково-туристского лагеря для несовершеннолетних подростков. В экспедиции приняли участие представители Десногорского поискового отряда «Высота» и гости из Москвы, поисковый отряд «Элк-Лось» и военно-патриотический клуб имени Нестерова. Как прошла экспедиция и каковы ее итоги, смотрите в нашем сюжете. Во время экспедиции для ребят проводились теоретические и практические занятия по поисковой работе, огневой и строевой подготовке, оказанию первой медицинской помощи, технике безопасности поисковой работы, ориентированию на местности и составлению карт. Для юных поисковиков были организованы экскурсии, соревнования, спортивные игры, просмотр кинофильмов. Пять раз на выход сходил, много вещей нашел. Нашел гаичный ключ, 8 на 10, звено от цепи, большой осколок очень. Много патронов и гильз нашел. На закрытии экспедиции были награждены победители в различных видах состязаний. По сборке-разборке автомата, по снаряжению магазина автомата, по силовому троеборью среди юношей и девушек, по стрельбе из пневматической винтовки, по ориентированию на местности, по форсированию водных преград. Лучшие поисковики были награждены грамотами, кубками и памятными медалями. Эти ребята везут с собой не просто награды, какие-то находки, которые, безусловно, были сделаны на местах боевых действий. Эти ребята везут с собой чувство гордости за свою страну, чувство сопричастности к её истории. И, наверное, везут с собой память о тех солдатах, о тех боях, которые здесь проходили. В общекомандном зачёте первое место заняла команда военно-патриотического клуба имени Николая Михайловича Нестерова «Москва». На втором месте также москвичи поисковый отряд «Эль Клось». У команды Десногорского отряда «Высота» третье место. Поддержать юных поисковиков приехали родители московских школьников. Нахождение детей в экспедиции – просто счастье для всех наших родителей, потому что здесь они учатся быть настоящими мужчинами. Они учатся дружить. Это самое главное, что они привозят с вахты. Они учатся понимать, что такое наша история. Благодаря этой вахте они хотят изучать историю нашей страны. И самое главное – их задачи и желания. Когда мы говорим, что вы хотите от вахты, они говорят, что мы хотим поднять бойца. Не всегда получается. Но уже само то, что они находятся здесь с этим желанием, для нас очень важно. Организаторы поисковой экспедиции выражают благодарность руководству Рослажского района, Смоленской АЭС и профсоюзному комитету станции. В летнее время в Десногорске для детей организуется много развлекательных мероприятий. 14 июля сотрудники молодёжного центра, волонтёры студенческого актива «Оса» и редакции «Поколения» провели для ребят игровую программу «Микрошка». На площади у фонтана для маленьких десногорцев были организованы подвижные игры и спортивные эстафеты. 23 марта этого года главная достопримечательность Рославля – танк-паровоз – покинула город. Активные горожане требовали вернуть памятник и обращались в разные инстанции. Но всё тщетно. И вот с Урала прибыла новая реликвия – паровоз серии «Л». В народе его называли «Лебедь», «Лебёдушка» и «Элка». В данный момент его моют и красят, чтобы установить на постамент вместо предыдущего. Благодаря реализации социального проекта «Старшее поколение», организованного при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом», ветераны многих десногорских коллективов уже смогли встретиться и пообщаться. 20 июля в Доме творчества за столиком «Щаем» вспомнили былое сторожилы ещё трёх коллективов Десногорска. Это открытого акционерного общества «Элс», «Атомтехэнерго» и учебно-тренировочного центра «Смоленская АЭС». Подробности в сюжете. Каждый пришедший на данное мероприятие человек – это история. Вот из таких маленьких историй складывается большая история целого города. Каждый рассказал о себе, вспомнил что-то интересное из прошлых рабочих будней. Вот и получился настоящий вечер воспоминаний. Были подняты и проблемы современного Десногорска. Хотелось, чтобы наш город получил дальнейшее развитие, чтобы у нас стоила станция замещения. Но это уже пожелание, так сказать, наше, чтобы всё было хорошо, чтобы была работа нашим детям и нашим внукам в дальнейшем, так как её получали мы в своё время. Украсили встречу концертные номера, подготовленные воспитанниками и педагогами летнего оздоровительного лагеря Дома творчества «Созвездие». Бывшая работник учебно-тренировочного центра «Смоленская АЭС» Елена Караваева, наша городская поэтесса прочитала свои стихи, посвящённые Десногорску. Встреча прошла в чудесной душевной атмосфере. Было очень приятно встретиться с коллегами, приятно было пообщаться вообще с другими работниками, пенсионерами других организаций, очень приятно было послушать выступления детей. И особенно приятно была песня нашей молодости. Я рада, что смогла встретиться с коллективом, которым раньше работала. Встречаемся, если вот на дачу едем. Так, ну, очень хорошо, что такие встречи организованы. Вспомнить, что было, пообщаться и познакомиться с новыми членами коллектива. Все участники встречи получили значок и удостоверение почётного гражданина страны Русатом. Смоленский суд оштрафовал бывшего сотрудника ГИБДД на 15 тысяч рублей за выдачу восьми водительских удостоверений категории «Б» без сдачи квалификационных экзаменов. Уголовное дело было возбуждено по факту получения взятки. Общая сумма вознаграждения составляла свыше 100 тысяч рублей. Гражданин одной из бывших советских республик ездил по региону и распространял фальшивые купюры. В поддельные 5 тысяч рублей злоумышленник передал жителю Красненского района, расплатившись за товар. Продавец сразу обратил внимание на поддельную купюру и запомнил приметы покупателя, а также марку и номер его автомобиля. После обращения в полицию фальшивомонетчика задержали в Ярцевском районе. В салоне автомобиля стражи порядка обнаружили 7 купюр номиналом в 1000 рублей с признаками подделки. А экспертиза показала, что изъятые купюры изготовлены не на государственном предприятии «Гознак». Водителя и его пассажира доставили в отдел полиции. А вскоре в селе Печорск был задержан директор кафе, который попытался расплатиться поддельной купюрой достоинством в 1000 рублей. Задержанный сообщил, что один из посетителей кафе расплатился этой панкнотой. А в ходе опознания он узнал в одном из задержанных человека, заплатившего фальшивыми деньгами. За незаконное хранение и сбыт поддельных денег в отношении 29-летнего мужчины отделом номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное преступление задержанному грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Полиция обращается к смолянам. Если вы пострадали от противоправных действий этого мужчины, сообщите об этом в органы правопорядка. Номера телефонов вы видите на экране своих телевизоров. 17 июля в Рославском районе состоялся бревет на 200 километров. На маршрут отводилось 13 часов 30 минут. Участие в велозаезде приняли велосипедисты из Десногорска, Рославля и Смоленска. Быстрее всех с маршрутом справился Евгений Кольченко. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-Ретв.ру». Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова